так друзья день добрый мы продолжаем славную традицию знакомиться с эмитентами эмитенты которые выходят на рынок облигаций нам особенно дороги этот ролик мы создали своя и вместе с мабелевым и начальник коммунистического отдела реком траст и при поддержке компании реком траст значит о чем этот будет ролик мы сейчас выходит второй выпуск облигаций профессиональное корректорское агентство агентство судебного взыскания сокращенно наверно можно сокращенно пожалуй да вот и мы просто обсудим вопрос я написал вопросы очень сложные ну в общем но мы разберемся честно словом разберемся так хочу представить спикеров это прежде всего наш гость и надежда и кимовачути финансовый директор айсв и олег кабелев тоже гость который постоянно бывает на моем канале ну что олег с тебя начнем какая сейчас ситуация на рынке облигаций мсп вообще какие тренды вот кратенько можешь сказать да приветствую андрей приветствую тоже надежду рад вас видеть в эфире ну и всех кто нас сейчас слушает и смотрит да не откладывая долгий ящик наверное я три тезис основных коротко скажу в отношении того что сейчас происходит на рынке но во первых с учетом тех трендов которые мы видим по ключевой ставке и с учетом того что цб все больше и больше посматривает на то что наверное начать и снижать во втором полугодии те кто думают покупать выпуски с фиксированными купонами потом могут на подножку этого уходящего поезда опоздать это будет поздно делать когда цб уже скажет все мы снижаем ставку поэтому наверное логично было бы начинать присматриваться к этим выпускам уже сейчас второй важный тезис который я тоже хочу высказать это то что мы видим что существует постепенный растущий запрос со стороны инвесторов как раз на выпуске с фиксированными купонами и с учетом того что у нас ставка и так сейчас мягко говоря не очень маленькая да я имею ввиду ключевая ставка то понятно что премия к ставке если будет больше 3-4 процентов то любой выпуск для такая ставка предлагает фиксированный купон она в принципе вызывает повышенный интерес и наконец третий важный тезис это то что все больше и больше эмитентов на долговом рынке сегодня начинают во первых задумываться о том чтобы предлагать своим выпуски не только в отношении коротких выпусков коротких сроков но и предлагать выпуски уже в отношении средних сроков и это всегда позитивно потому что это говорит о том что эмитент настроен на то чтобы цель облигационного займа была все таки не спекулятивная а среднесрочным горизонтом отрадно что спекулятивных целей выхода на рынок долгового капитала у инвестора и эмитента все меньше с учетом того что мы активно движемся в русле как сказал президент повышать капитализацию фондового рынка в долгую да и развивать его это мне кажется очень важный момент вот на этом пожалуй все пока то олег говорил я тут подумал как мы будем дальше общаться я думаю что надо просить надежду рассказать буквально не вес два слова про организацию которую она представляет а дальше олег и предлагаю нам с тобой на пальцах на пальцах не будем лучше так один вопрос я потом ты один я потом ты нормально договорились отлично да спасибо коллеги представляю нашу компанию агентство судебного взыскания мы существуем с 2015 года в этом году отметили 9 лет соответственно логично в следующем году отметим 10 лет прошли период роста когда мы были совсем маленькими практически незаметными до уровня того что можем уже представлять интерес для инвесторов на бирже про нашу компанию агентство судебного взыскания и самого названия понятно что мы специализируемся в работе с судами мы работаем на рынке просроченных долгов осуществляем покупку просроченных долгов у банков и микрофинансовых компаний коллекторских агентств у всех у кого есть такие долги просуживаем просуживаем их и на этом зарабатываем денежные средства также мы активно сотрудничаем с представителями нашего же рынка с теми же самыми банками info для них осуществляем аналогичные мероприятия но уже по их портфелям то есть работаем еще и по агентской схеме важно понимать что наш генеральный директор является же единственным конечным бенефициаром нашей компании у нас достаточно прозрачная структура имеющие стопроцентные российские корни если говорить про наш рост в двух словах о том как мы закончили двадцать третий год то должна сказать что мы закончили его очень хорошо выручка наши будут году растет по сравнению с 22 года мы сделали плюс 20 процентов выручки аналогично же мы приросли в прибыли выручка полтора миллиарда прибыль составила 65 миллионов хорошие результаты для нашего бизнеса коллеги возможно еще надо что-то рассказать про компанию вкратце мне кажется вполне нормально для такого краткого ознакомления может у андрей есть еще вопрос короткий а мы в процессе то сказать вопрос мы и поймем все про компанию ну давай начнем по этой схеме раз-два нападать на надежду я буду через счет на ты будешь ничего надежда вот первый вопрос что стало причиной увеличения финал фин вложений более чем ты раза в этом в прошлом году на хороший и очень важный вопрос потому что финансовые вложения это тот основной локомотив который поддерживает нашу компанию и дает ей развиваться финансовые вложения у нас это портфели просроченных долгов которые мы приобретаем уже обозначенных ранее при презентации компании банков мфо коллекторских агентств у тех у кого есть просроченные долги работаем мы преимущественно за долгами физических лиц но развиваем и новые направления такие как лизинг и долги юридических лиц это немножечко про не нас почему увеличились в три раза как я уже сказала это те активы это наш материал это наше сырье это наше основное средство на которых растет компания без этого компания не не может развиваться и поэтому наша основная задача для достижения наших стратегических целей которые мы имеем и которые выставлены на перспективе пяти лет и для того чтобы нам достигнуть тех параметров куда мы идем и оставаться в топе лучших коллекторских компаний у нас основная задача это постоянно приобретать портфели хорошие портфели с наши по нашей оценке для того чтобы компания росла почему именно увеличилось да 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 почему именно увеличилась в три раза у нас были выставлены определенные цели на прошлый год это поскольку мы понимаем куда нам надо дойти мы понимаем какие нам требуются ресурсы для того чтобы через пять лет оказаться у наших целей и были выставлены планы нам прошлый год по приобретению портфелей то есть финансовых активов они были выполнены на 98 процентов поэтому увеличились три раза я так понимаю что вы если говорите о вот трех важных направлениях долги физлиц долги юрлиц и лизинг да в самом начале сказали а все-таки в связи с тем что рынок не стоит на месте он меняется какие то есть приоритетное направление ставка на что делается или у вас амбициозная цель везде понемногу в целом мы везде понемногу но если говорить про амбициозную цель мы хорошо умеем работать с долгами физических лиц как и весь рынок специфика нашего рынка коллекторского именно в том что мы работаем с долгами физических лиц однако если смотреть на перспективность какие перспективы есть в долгах физических лиц какие перспективы есть долгах юридических лиц мы понимаем что долги юридических лиц это в разы больше рынок это в разы больше объем как текущей нормальной задолженности так и просроченной задолженности поэтому весь рынок все коллекторы смотрят сейчас с интересом в новое для себя направление – это долги юридических лиц. А вот у меня еще один вопрос на эту тему, как-то меня так долги физических лиц затронули. Вот если мы говорим про последнее время, когда мы видим повышение ставки, мы видим, что ЦБ работает над тем, чтобы охладить кредитный спрос. Очевидно, что многие, и госпожа Набиулина об этом буквально на последнем брифинге говорила, у многих заемщиков есть несколько долгов, вопрос рефинансирования кредита стоит очень остро. Плюс активно стал использоваться инструмент банкротства физлиц. Многие готовы для получения в мораторию идти на банкротство. Вот эти все изменения на рынке, вот эти все тенденции, они как-то вас волнуют? Как вы думаете, они как-то будут влиять на это направление? Либо это только где-то там в высоких кабинетах, а для вас с точки зрения работы с долгами физлиц ничего не меняется и меняться не будет? С точки зрения работы с физлицами существенных изменений не произойдет. Очень хорошо, что появился в Российской Федерации вот этот вот институт возможности банкротства физического лица, который может избавиться от тех долгов, которые ему не посильны. Это очень хорошо. Но надо понимать, что у нас не настолько дефолтное население, чтобы это существенно оказало бы влияние на просроченные долги и вообще в принципе на кредитную массу, которая набрана на население. Все-таки давайте так, для здоровой экономики надо, чтобы люди брали кредиты и чтобы своевременно их отдавали. И присутствие какого-то небольшого количества банкротов, это тоже нормально, это тоже есть. И если говорить про новые направления, которые мы развиваем в части работы с долгами физических лиц, это как раз-таки работа с банкротствами. Вы знаете, я вот недавно был в МФЦ по каким-то своим делам, и я прям вижу пропаганду того, что если у тебя большой долг, запусти процедуру банкротства, освободись от всего, скинь балласт и живи счастливо. Вот такая информационная пропаганда, она же ведь тоже способствует тому, чтобы этим инструментом много физлиц пользовалось. Это же тоже на вас как-то влияет или никакой вопрос? Мы ведем статистику по количеству банкротов. Когда мы приобретаем портфели, понятно, что там есть какой-то объем банкротов. Это нормальная история. Мы при расчете в своих моделях, при оценке портфеля... Какая для вас оптимальная доля банкротов, то есть выше которой вам уже неинтересно брать такие истории? Такое тоже нельзя говорить, что есть какой-то объем, который нам неинтересно взять. То есть все, вопрос в цене, за сколько этот актив будет продаваться. Мы принимаем это, мы понимаем, и когда мы покупаем портфели, мы в целом уже имеем общую характеристику. Продавец, он, как правило, говорит, что вот в портфеле будет условно 5% банкротов или 1% банкротов. То есть какие-то такие характеристики нам уже известны, и мы делаем оценку портфеля и дальше уже решаем, за какую стоимость мы готовы его купить, этот портфель. Окей, тогда двигаемся дальше. Вроде бы как с финноволожениями мы поняли, не вообще план, который... Один момент только скажу. У нас вот некоторые люди вот так смело говорят, долги только трусы выплачивают. Вот, например, Саша Розуваев, аналитик. А он не подумал, такие люди, какие будут ставки по банку, когда они пойдут брать кредиты, да? Если заложат, никто не будет отдавать долги. Тут же палка с двух, они об этом не думают. Конечно, ну а что ж, своя рубашка ближе к телу, это понятно. Ну, вот Андрей очень правильно сказал, что если смотреть, зачем нужны коллекторы, мы помогаем функционировать нашу финансовую систему. Есть те, кто выдают кредиты, есть те, кто собирают просроченные долги. И тем самым мы тоже работаем на то, чтобы наша ключевая ставка не росла до небес. Абсолютно с вами согласен. Единственное, что мне хотелось бы пожелать, но это не вам лично, это, в принципе, зрителям, которые нам слушают, нас слушают и сообщество, чтобы образ и имидж коллектора, он был правильный. Потому что у нас он, благодаря заслугам и усилиям разного рода представителей творческих профессий, не всегда правильный, как мне думается. Но про образ коллектора и про коллекторский рынок, про конкуренцию мы еще поговорим. Я хотел бы все-таки вернуться непосредственно к АСВ. И очень отрадно, что план выполнен на 98%. Это прямо, когда такое слышишь, просто душа радуется. Главное теперь, единственное, что остается пожелать, выполнить план на 102%. Это не очень правда. Возможно, наверное, но, тем не менее, цель надо так уставить. Олег, я секундочку перебью. У меня уже были подобные ролики. И вот важная мысль, которую некоторые не понимают, что некоторые люди готовы там на крайности или там в окно шагнуть. А коллектор, он как раз предлагает решение. Он говорит, не доводите, он дает нормальную альтернативу. Вот как хирург, там, не знаю, врач. Но это люди не понимают часто. А могу добавить от себя, как от коллекторов, что с банками или же с МФО значительно сложнее договориться, чем с коллекторами. Да. Мы открыть видеоролик. Хорошо, двигаемся дальше. Следующая тема, которую мне тоже хотелось бы обсудить, это рост заемных средств. Мы прекрасно понимаем, что есть отрасли, лизинг, например, или факторинг, или те же МФО, где, в принципе, доля заемных средств, она должна быть не маленькой, она должна преобладать. Но все же, мы сейчас говорим даже не о доле, а о темпах роста. Вот мы видим, что в отчетном году у компании рост заемных средств почти 400%, то есть в три раза. С чем это связано? Либо это увеличение размеров прослуживаемых портфелей, либо это какие-то другие причины. Вот если можно, Надежда, поясните, пожалуйста. Да. Надо вернуться к предыдущему вопросу, который вы задавали, о том, что же такого выросло у нас с финансовых активов. Финансовые активы у нас выросли в первую очередь благодаря тому, что в прошлом году мы активно занимались привлечением взаимного капитала. Своих... Тут особенность нашего бизнеса заключается в чем? Что мы начинали как небольшой стартап. У нас был основатель, генеральный директор, который имел прекрасную идею о том, как имеет смысл встроить коррекшн. И, собственно говоря, вот так постепенно-постепенно мы росли. И дойдя до определенного уровня, мы поняли, что идея-то прекрасная, как бы в возможности это все хорошо, но без развития своего собственного... своего собственного портфеля, без приобретения финансовых активов, мы, скорее всего, что мы далеко не уйдем. Так вот, и начиная с 2017 года, мы постепенно наращивали объемы привлечения взаимного капитала. и большую ставку мы как раз-таки сделали в прошлом году, когда мы поняли, что есть интерес со стороны инвестиционного сообщества, когда мы поняли, что есть интерес со стороны банковских структур, к нам мы начали увеличивать свой портфель взаимного капитала. И основная цель этого была как раз-таки нарастить наш портфель, долговой портфель, с которым мы работаем, наш рабочий портфель, для достижения прекрасных целей, которые мы выставили себе на горизонте петели. Что же такое, куда мы вкладывали привлеченные заемные средства? Да, мы активно, как я уже сказала, наращивали свой долговой портфель. И если на начало прошлого года, на начало 2023 года портфель состоял в районе 18 миллиардов долгов, с которыми мы работали, то к концу года портфель достиг 29 миллиардов. То есть его прирост составил более 60%. Это хороший задел для активного роста в текущем 24, 25, 26 и далее годах. Тут, может быть, имеет смысл мне немножко рассказать про наши активы, в чем их особенность и в чем их уникальность, почему для нас так важно наращивать объем именно в портфелях. Особенность портфеля, вот когда мы покупаем долги, это покупается не 1, 2, 3 долга, это покупается большая совокупность. 500, 600, 700, 1000, 5000, 5000, 10 тысяч, в зависимости от состава портфеля. Но это не единичные какие-то долги, это массовая история. И портфель за счет вот своей и однородности, и разрозненности одновременно, после того, как мы совершаем с ним определенные мероприятия, когда мы просуживаем его в судах, сначала прозваниваем должников, просуживаем, передаем и переходим в исполнительное производство. После запуска в исполнительное производство портфель работает длительный промежуток времени. Поскольку коллекторский бизнес, он еще не настолько сильно укоренившийся и практически существующий с начала 2000-х годов, то у нас есть накопленный опыт, который говорит, ну не у нас лично, не в нашей компании, а опыт на рынке, что портфели работают и 5 лет, и 7 лет. И наши коллеги, которые первые выходили на этот рынок, говорят, что у них есть портфели, которые работают уже на протяжении 10 лет и продолжают генерить денежный поток. Вот. Поэтому почему у нас настолько вырос объем заемного капитала, потому что мы вкладывались в портфели с ориентиром на то, что эти портфели будут работать на перспективе 5-7 лет и сгенерят достаточно хороший поток денежных средств. Вот я как раз хотел, Надежда, уточнить, то есть для вас средний срок жизни такого приобретенного долгового портфеля это 5-7 лет, да? Не скажу, что 5-7 лет. Никто точно не знает, сколько будет жить портфель. Я могу сказать, как мы оцениваем. Когда мы его приобретаем, мы делаем оценку на перспективе 3-5 лет. И мы ориентируемся исключительно вот на эти параметры, когда приобретаем. Мы искусственно не увеличиваем вот тот хвост, который будет в дальнейшем генерить портфель. Это уже как бы дополнительные доходы. И нам важно, чтобы портфель окупился в течение первых полутора или двух лет. Понятно. Андрей? Ну, я нечетный. Так, пока слушал, придумал еще нечетный вопрос. Значит, вот сложный вопрос у меня. Вот выручка прибавила 20,5% в отчетном году, а себестоимость продаж она составила более чем 2%. Вот чем связываете такой рост рентабельности выручки? С нашими действиями, которыми мы осуществляем в отношении своих расходов. Ну, это вообще я хочу сказать надежду, то есть так, чтобы слушатели поняли. Темп роста выручки в 2023 году в 10 раз больше темпа роста себестоимости. В 10 раз. Да. Если можно... Мы, как любое юридическое лицо, как любые предприниматели, мы нацелены на получение прибыли. И наши мероприятия, которые мы проводим в компании, они направлены на сокращение расходов, на повышение доходности и на сокращение расходов. Цикл производства, наш производственный процесс, вот как мы запускаем портфель, он достаточно длинный. У нас только 6 месяцев уходит на то, чтобы вывести портфель на доход, который начинает формировать денежный поток, достаточный для окупаемости приобретенного портфеля. И этот вот период, когда мы запускаем портфель в работу, он сопряжен с большими дополнительными вложениями, которые мы делаем в портфель. Мы оплачиваем госпошлину, что мы осуществляем расходы, связанные с доведением портфеля до рабочего состояния. Это печать, это подготовка документов. И анализируя свои расходы, мы пришли к выводу, что основное, на что мы можем действительно повлиять сейчас, и то, что у нас является массовым, наше массовое производство, это как раз-таки расходы, связанные с подачей. И начиная с середины 2022 года у нас было принято в рамках нашей стратегической сессии, в рамках стратегических задач, мы приняли для себя решение о том, что мы активно займемся сокращением расходов, связанных с подачами. А именно, что мы будем заниматься, ну, во-первых, большая идея – это перейти от, перейти на безбумажное судебное производство, исполнительное производство, но поскольку еще не все ресурсы готовы как внутри компании, так и, в принципе, у нас в Российской Федерации, не все органы еще у нас перешли на электронный документ оборот, поэтому мы стали работать с бумагой, с которой мы, где мы, когда мы печатаем обращение в суды, когда мы печатаем обращение в ФССП, мы работали над тем, чтобы сократить, сократить объемы, которые мы подаем, сократить размеры, то есть оптимизироваться. И на протяжении вот шести месяцев, там, с середины 22-го года до начала 23-го года были проведены очень большие реорганизационные мероприятия в компании, которые в итоге привели к тому, что мы смогли в абсолюте сократить свои расходы в абсолюте, то есть в бумаге, в вещественных проявлениях нашего производственного процесса, мы сократились на 40%. Но с учетом инфляции, с учетом того, что у нас изменяются стоимости материалов, увеличиваются расходы, в абсолюте это в себестоимости у нас привело к снижению, к небольшому снижению, но и в целом поддержало наше развитие. А, Надежда, если мы говорим про 24-й год, здесь ожидания какие соотношения выручки к себестоимости? В таком же темпе примерно? Я думаю, что останемся, как есть сейчас. То есть соотношение выручки к себестоимости останется вот на том уровне, которого мы достигли в конце 23-го года. Сейчас, как я уже сказала, у нас есть несколько проектов, которые направлены на реализацию вообще без бумажного, без документарного обращения, то есть без вещественных каких-то вещей при обращении в суды. Это большая задача, но она не быстро решается, поэтому думаю, что мы увидим существенное влияние уже в следующем году, в 24-м. 23-й для нас задача – это удержаться на том параметре, который мы достигли в прошлом году. Я понял. То есть когда в суды можно будет электронным образом подавать всю информацию по просуживаемым портфелям, по себестоимости там просто будет уже не два, а один. Ну что-нибудь там, конечно, все равно останется, то да. Ну понятно. Хорошо. Но все-таки мы не можем уйти просто так. Я вас, Надежда, не могу отпустить просто так от темы себестоимости и от темы расходов. Если по сравнению с выручкой себестоимость существенно снизилась, то если мы говорим, например, про управленческие расходы, то здесь наоборот, рост аж на 100 миллионов. Это что вы, персонал активно набираете или что у вас там произошло в 23-м году? Вот вы страшные вещи говорите. 100 миллионов. Кто-нибудь нас услышит и не поймет, что такое 100 миллионов. Это много, это мало. Слушайте, я всегда это сравниваю с... Меня учили, когда учили статистики в университете, меня всегда учили сравнивать отшетный период с базовым. По сравнению с прошлым, приличный рост, поэтому я именно в относительном выражении смотрю, что да это 100 миллионов. Хотелось бы понять. Да, было несколько факторов, которые повлияли на рост управленческих расходов, но в целом они достаточно объяснимы. Мы, опять-таки, начну с того, что мы регулярно проводим оптимизационные мероприятия. Мы проводим аудит своих поставщиков, аудит своих расходов и пытаемся сократить эти расходы. Это у нас, это нам всегда... Это всегда у нас получается достаточно удачно. Но понимаем вот сейчас уже по прошествии времени, что если бы мы не проводили эти мероприятия, мы увидели бы рост управленческих расходов больше, если бы мы не занимались такой оптимизацией. Что могу сказать? Что повлияло существу? Первое, конечно, если говорить про фод, который вы упомянули, у нас было расширение штата. Мы усиливали свою аналитическую функцию. Мы понимаем, что... Что такое аналитическая функция? Это создание полноценного управления по рискам. Мы занимаемся достаточно... Наша работа связана с приобретением портфелей. Для того, чтобы мы успешно развивались в будущий период, нам правильно надо уметь правильно оценивать, во-первых, как те портфели, которые мы приобретаем, так и те действия, которые у нас осуществляются внутри компании. У нас была сделана ставка на развитие отдела аналитики, поэтому частично рост зарплат связан с тем, что у нас появилась эта новая функция, она заработала в большем объеме, чем присутствовала до 2023 года. Это первое. Второе, что у нас произошло, мы все с вами наблюдаем ситуацию, как она происходит на рынке труда. То, что заработные платы растут и растут активно. Ориентируясь на это, также ориентируясь на то, что работодатели должны индексировать зарплату, у нас произошла индексация заработных плат. Это тоже где-то процентов на 5-10 оказало влияние на расходы. Продолжая, поддерживая историю с заработными платами, в прошлом году агентство судебного взыскания вышло из реестра МСП. Реестр МСП – это было прекрасное для нас время. Почему? Потому что тогда соцзносы составляли в районе 17-17,5% от общего фото. После выхода наши соцзносы увеличились до 30%. Это тоже оказало влияние на рост фонда оплаты труда. Помимо этого, что мы еще делали, какие новые мероприятия у нас произошли в компании. Мы занимались… В прошлом году у нас произошел переезд нашей IT-инфраструктуры. Не то, что он произошел, он происходит. Это постепенное мероприятие. Мы переходим с одних серверов на другие сервера. При этом параллельно мы вынуждены держать оба ресурса, потому что это сложный процесс, он такой достаточно болезненный, он должен осуществляться медленно и платно, поэтому это тоже немного повлияло на наши расходы. Но надо понимать, что когда мы заходили в 2023 год, мы понимали, что у нас будут дополнительные расходы, и это было заложено в нашу модель, и все соответствует бюджетам. Это никаких в одезапных мероприятий в этом для нас не было. И также про IT-инфраструктуру надо сказать, что мы в прошлом году активно занимались разработкой и работой с информационной безопасностью. Мы как операторы работы с персональными данными обязаны поддерживать определенный уровень безопасности. Мы в прошлом году прошли аудит информационной безопасности и провели сначала подготовительные мероприятия, после этого прошли аудит информационной безопасности и получили положительное аудиторское заключение о том, что у нас все организовано правильно и прекрасно. Это плюс к тому, к надежности тех данных, которые у нас хранятся. И, конечно же, мы продолжаем, у нас растут объемы, растут обороты, мы продолжаем развиваться, плюс мы понимаем, что на наши расходы также давит и инфляция, которая присутствует в Российской Федерации. Вот все в совокупности, совокупность всех этих факторов и спровоцировала рост расходов на 100 миллионов. Прежде чем дать слово Андрею для следующего вопроса, я для наших зрителей, вы очень так полно ответили, я коротко еще раз перечислю, если я что-то забуду, то вы меня поправите. Увеличение персонала, из-за чего увеличился фонд оплаты труда, индексация заработных плат, покидание компании реестра МСП, в связи с чем резко выросли взносы на соц. Расходы, социальные взносы, примерно на 12-13%, инвестиции в области разработки, в области информационной безопасности. И вот, наверное, вот это вот у меня в голове отложилось, ничего ли я не забыл, вот это все привело к росту расходов на 100 миллионов, для наших зрителей скажу, что все-таки, в начале Надежда сказала, 100 миллионов много это или мало, давайте мы оттолкнемся от цифр, в 2022 году они составляли 555 миллионов, по итогам 2023 года 653 миллиона. Да, ну, конечно, еще органический рост самих расходов тоже тут присутствует, мы понимаем, что если выходят новые сотрудники, их надо куда-то посадить, надо что-то, чем-то их обеспечить, поэтому для нас это органический ожидаемый рост. Вы ожидаете такого же роста в 2024? Мы запускаем... Не такой рост, у нас есть определенный KPI по сдерживанию этих расходов, то, смотрите, расходы, что такое расходы для компании? Расходы для компании, это всегда топливо для ее будущих доходов. У нас есть новые проекты, которые мы запускаем в этом году, поэтому рост расходов у нас будет. Мы ориентируемся на показатель, на соотношение доходы и расходы. Вот, наверное, правильно и так говорить. Да, да. Вспоминается фраза моего известного, моего знакомого одного, который, когда смотрел на вторую форму, всегда говорил, я предлагаю переименовать в что-то прибылих и убытках и назвать незаправличный поедчик. Вот такой вопрос у меня возник, когда я слушал, когда вы сказали, что аналитики, там расширение, там штат набираем, да, я подумал, что это ключевой момент оценка портфеля. Вот такой вопрос. У меня выступала Кратезик, одна платформа известная из Питера. Они говорили, что достигли больших успехов в области искусственного интеллекта, как он оценивает качество бизнеса. Кто-нибудь занимается вашей компанией с крещением, чтобы ИИ оценивал качество портфелей? Да, у нас несколько моделей, которые мы используем при оценке этих портфелей, которые приобретаем. могу сказать, что сейчас, в текущий момент, мы используем три модели, и они построены в том числе с использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, это, ну, мы оцениваем, что в этом перспектива, так, перспектива для развития не только нашего аналитического блока, но и для развития нашего производства. почему? Потому что искусственный интеллект, что он может делать? Он может распознавать документы, он может определять, давать им определенные приоритеты, он может научиться управлять и вот как раз таким, тем вот бездокументарным, безбумажным производством, которое мы хотим реализовать у себя в компании. Еще раз вернемся к тому вопросу, да, мы активно используем искусственный интеллект, мы его обучаем, он обучается на том массиве, который у нас накоплен информацией, и ориентируясь на это, не то, что ориентируясь на это, используя это, наши модели каждым годом становится все точнее и точнее. Спасибо. Надежда, ну вот смотрите, мы с вами довольно долго сейчас продуктивно поговорили на тему расходов, выяснили, с чем он связан, я даже тут выделил из вашего полного ответа для наших зрителей основные пункты. Вот, еще одна важная вещь, которая меня, честно говоря, поразила, когда я готовился к эфиру, смотрел отчетность, это то, что вы достаточно активно в 23-м году занимались приобретением, реконструкцией и внеоборотных активов. Я просто назову две цифры, на конец 22-го года эта сумма составляла 718 тысяч, на конец 23-го года это почти 46 миллионов. Я даже не хочу считать, во сколько раз, вот, это такая приличная величина, что у вас там с нематериальными активами произошло в 23-м году? Почему такой экспоненциальный рост затрат на приобретение? Да, не вы единственные, кто обращает на это внимание, поэтому понимаем, что требуется прокомментировать, что такого произошло. Мы та компания, коллекторы, которые позиционируем себя как legal tech, то есть, что такое legal tech? У нас есть финтех, все, что связано, автоматизированное такое, роботизированное, связано с возможной выдачей кредитов, займов и всего прочего, а есть legal tech? Это мы, те, кто занимается автоматизированным, роботизированным взысканием просроченных долгов. У нас, я уже говорила о том, что у нас есть много интересных проектов, которые мы только развиваем и которые находятся на начальном этапе, еще которые не работают. Вот как раз таки они, эти проекты, и формируют и сформировали в прошлом году стоимость наших нематериальных активов. У нас есть процессы, которые мы сейчас разрабатываем и автоматизируем, связанные без бумажной подачи и взаимодействия с судами. У нас есть, опять-таки, упомянутый вами искусственный интеллект, и основное, конечно, что повлияло на формирование нематериальных активов, это доработка, переработка нашей операционной системы, в которой у нас ведется учет и работа с просроченными долгами, и также то будущее, без которого невозможно в дальнейшем будет существовать ни одному коллекторскому агентству, это подключение к СМЭФ, к системе межведомственного электронного взаимодействия. За этим будущее, поэтому мы вкладывались в разработку, это сформировало наши нематериальные активы. То есть, условно говоря, 45 миллионов это и разработка программного обеспечения собственного, и подключение к СМЭФ, и то, что вы сказали. Аналитические платформы, да. Слушайте, коротенький вопрос на эту тему, и пойдем дальше. Вот буквально недавно я общался с представителем руководства одной факторинговой компании, не сравниваем бизнес, это две разные абсолютно бизнес-модели, коллекторские бизнес-модели. Но, естественно, они так же, как и вы, заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно и быстро оценивать портфель. Только у них немножко другой взгляд и призма на портфель. И вот они внедряли автоматизированную систему, и мне руководство компании заявило, что в будущем они хотят вывести ее не только на внутренний контур, но и на внешний, то есть монетизировать эти свои наработки, которые они предлагают. Есть ли такие планы у АСВ, может быть, кому-то на аутсорсе поддержку предлагать или, в принципе, продавать лицензии на такие ваши истории? Либо это сугубо внутри АСВ-шная тема и все. Не совсем так. Надо вспомнить, кто является нашей материнской компанией. Мы, наш учредитель на текущий момент времени, это компания, которая как раз-таки входит в сектор IT, они занимаются разработкой и развитием разных сервисов. Вот. Если говорить про нас, в том числе, ну, как бы, в том числе, они помогают и развивают наше направление, ну, как бы, то, что используем мы. Как мы можем монетизировать? Мы монетизируем историю с технологиями, с идеями, которые рождаются в АСВ, через работу по агентским договорам. Как я уже говорила, что мы специализируемся, конечно, в работе с просроченными долгами, которые приобретаем и по цессионной схеме, но при этом у нас есть пункт клиентов, с которыми мы сотрудничаем, с кем-то давно сотрудничаем, с кем-то недавно начали сотрудничать, которым мы благодаря нашим технологиям тоже позволяем развиваться. Ну, тогда я могу только пожелать удачи вам в активном сотрудничании по агентским договорам. Может быть, этот канал монетизации будет расти и тоже приносить вам к этому. Теперь, наверное, нам имеет смысл немножечко отойти уже от темы роста расходов. Мы поговорили про управленческие, про нематериальные активы поговорили. И вот как раз перекидывая мостик от сотрудничества с поагентским договором, в принципе, от сотрудничества с теми или иными контрагентами, мы прекрасно понимаем, что АСВ не существует как сферический конь в вакууме, единственное в безвоздушном пространстве. Есть конкуренты, есть другие коллекторские компании. Я, если честно, очень много в последнее время вижу на разных ресурсах, в социальных сетях материалов, статей, которые посвящены где-то успешным, где-то не очень успешным попыткам сделать обзор коллекторского рынка. Но это все обзоры как бы извне. Это люди, которые пытаются анализировать рынок извне. И сравнивают, значит, компанию по каким-то показателям, делают какие-то выводы. Мне интересно, Надежда, узнать ваше видение коллекторского рынка и конкурентных сил на этом коллекторском рынке изнутри, как человека, который уже давно здесь существует и варится в этом соку, что называется. Расскажите в двух словах по поводу конкурентных позиций АСВ, по поводу вообще уровня конкуренции. С каким мерилом, с каким подходом стоит вообще смотреть на этот рынок сегодня, как он меняется. Да, давайте начнем с того, как мы себя сами ассоциируем и где мы себя видим на коллекторском рынке. Коллекторский рынок это большое, ну и при этом не очень большое одновременно сообщество. У нас более 500 коллекторских агентств, то есть юридических лиц, которые имеют право заниматься работой с просроченными долгами в Российской Федерации. Все мы внесены в реестр ФССП. Можно на сайте у ФССП посмотреть. ФССП это Федеральная служба судебных приставов. Вот если смотреть на этих 500 тех, кто имеет право заниматься коллекторской деятельностью, мы по своему размеру бизнесу и по тому, где мы находимся, как мы себя представляем, занимаем, входим в топ-10 компаний, для которых этот бизнес является основным видом деятельности. Но при этом надо понимать, что вот этот топ-10, он достаточно разнородный. У нас есть топовая верхушка, можно сказать, топ-3 компаний, которые имеют наибольшую долю на рынке и с которыми нас пытаются сравнивать. Мы значительно отличаемся, при этом входя в топ-10, мы значительно отличаемся от наших конкурентов, как по размеру портфеля, с которым мы работаем, но и даже не это самое существенное, что нас отличает. Те базы, ну как бы та база, с которой каждая компания стартует на рынке, она различна. Крупные компании, они, как правило, входят или в какие-то холдинговые структуры, или имеют каких-то очень крупных и активных, крупных и активных материнских компаний, которые имеют возможность предоставлять им те ресурсы, до которых у нас нет доступа. Такие, как финансовые ресурсы под более интересных процентов, чем это доступно, аэсовые, ресурсы к более простому доступу к портфелям просроченных долгов. Поэтому сравнивать нас впрямую, и мы видим такие сравнения на рынке, когда говорят, вот посмотрите на ваших кайф. Да, мы смотрим, мы как бы в целом понимаем, что нам надо делать для того, чтобы выйти на этот же самый уровень, и в нашем понимании это как раз-таки наращивание портфеля, с которым мы работаем. Чем больше будет у нас портфель, тем больше будет у нас расти наша выручка, и, соответственно, тем лучше это будет сказываться на чистой прибыли и на рентабельности. Тут, опять-таки, не один раз мы тоже в публичном пространстве делали такие заявления о том, что наших производственных мощностей и наших технологий, которые мы используем, их вполне достаточно для обработки и для работы с портфелями больше, в разы больше, чем сейчас есть у нас. Я из того, что вы сказали, могу сделать вывод, сейчас я передам Андрею слово, очередной раз для следующих вопросов, резюмируя, что вы хотите сказать, что если мы пытаемся сравнивать те или иные коллекторские компании, то надо в первую очередь сравнивать не сухие цифры и показатели, а смотреть на доступ к капиталу и к портфелю и на затраты, которые компании несут, когда эти портфели формируют, аминистры долговые. Да, и еще есть такой прекрасный параметр, который как раз-таки, по которому очень хорошо можно насравнивать, это размер портфеля, ну как бы рабочего портфеля, в разных источниках это есть, и та выручка, которая генерирует этот портфель. Я считаю, что это один из основных показателей эффективности, и это будет более правильно для того, чтобы оценивать рентабельность и потенциалу компании. Принято. Андрей, тебе слово. Олег, у меня внезапно вдохновение исчезло. Давай ты следующий вопрос. Окей. Я ловлю потерянное тобой вдохновение, вот, и, значит, на фоне этого слова лин пойманного вдохновения хотел бы продолжить тему отрасли, но уже не с позиции конкуренции, а с позиции вот такой важной вещи, а это важнейший показатель для коллекторского бизнеса, это поступление от продажи цессий. Я вижу, что действительно не только у АСВ, но и в целом по отрасли эти поступления снижаются, причем довольно сильные тренды на снижение именно в 23-м году имели место быть. Вот с чем вы это связываете, Надежда? Какие причины вот так вы думаете? Ну, каждая компания сама определяет для себя, что она будет продавать. Давайте определимся, что такое продажа процессии, как у нас это обозначено. У нас есть определенный портфель, с которым мы работаем. Опять-таки, у нас есть протегия, как мы работаем с этим портфелем и наши ожидания, что данный портфель должен приносить. Периодически мы проводим аудит, смотрим на этот портфель и понимаем, что есть какая-то часть нашего совокупного портфеля, которая перестала работать так, как мы хотели бы, чтобы она работала. Не то, что как бы отработанная часть, мы понимаем, что с нашей точки зрения для нас она, по той стоимости, как мы покупали, по тем ресурсам, которые мы в ней вложили, мы уже не заработаем на этом ничего. То есть, портфель может что-то работать, приносить, а может и не будет работать так, как нам надо и не будет приносить ожидаемые для нас доходы. В этом случае мы можем принять решение о том, что мы готовы продать эту часть портфеля. Вот у нас была хорошая проведена работа с портфелем в 22-м году, поэтому у нас была достаточно хорошая поддержка со стороны продажи цессионных портфелей. В 23-м году мы тоже смотрели на те объемы, которые выводились у нас из работы и периодически выставляли их на продажу, продавали с тем, что нам интереснее продать этот портфель сейчас, получить деньги от этого портфеля сейчас в моменте и вложить в другой портфель. Ну, то есть мы немножко продавали для того, чтобы или же это не будет приносить нам совсем денег, или же будет приносить не в том объеме, как мы ожидаем и на большей перспективе при этом мы будем отвлекать на это свои ресурсы. Или же мы можем полученные денежные средства вложить в новые более интересные для нас портфели. Вот. Поэтому в 23-м году мы проводили, мы регулярно проводили, это у нас вшито в нашу стратегию работать с портфелем, но это не было столь значительно. Возможно, что в 24-м году мы тоже примем решение о продаже какого-то части портфеля, но это все исключительно в рамках нашей стратегии. Ну, я так понимаю, если говорить в целом про отрасль, из того, что вы сказали, просто не очень активно участники рынка, ну и вы, в частности, принимали решение о продаже. То есть, в принципе, устраивал портфель в том виде. То есть, это скорее плюс для отрасли, что снижаются поступления от продажи. Потому что коллекторы продолжают работать активно с действующими портфелями. С действующим портфелем, ну да, в целом это нельзя сказать, это негативно или позитивно. Наверное, знаете, было бы негативно, если бы все продавали, если бы выручка от продажи цессий была бы значительно больше или приближалась бы к выручке от сборов. Это было бы тревожно, да, как будто мы не понимаем, как будто весь коллекторский бизнес или тот, кто продает, не понимает, что он покупает. Вот. Это выглядело бы так. А сейчас это нормальная ситуация, свойственная не только коллекторскому бизнесу. замечательно. Андрей, вдохновение тебя там не пустило или по-прежнему? Да, сейчас мелькнул, я его за хвост взял. Поступления по портфелю увеличились на 30% более чем, да, вот у меня по этому вопросу. Опишите, пожалуйста, на структуру портфеля хотя бы пример на СВ и как она вообще в динамике меняется. Это интересно. Да, хороший вопрос. Почему? Потому что что такое портфель? Ну, как я же сказал, мы покупаем много разных портфелей у разных поставщиков. У нас чем характерен наш портфель? Он очень диверсифицирован. У нас нету одного, скажем так, поставщика долгов, у кого бы мы покупали, кто прибывшал бы в этой доле больше, был бы более 5%. Это очень хорошо. Разные долги мы покупаем. У нас есть, снижается риск того, что мы приобретем какой-то портфель, который значительно окажет влияние в случае его дефолт, там, значительно сможет указать влияние на наш финансовый результат. Количество портфелей в работе больше 150, то есть это 150 разных портфелей, приобретенных в разное время. Количество поставщиков, ну, наверное, чуть меньше, чем 150, ну, допустим, там, 100. Примерно так. Почему? Потому что есть хорошие портфели, которые мы покупаем уже у наших поставщиков не один год. Они показывают хорошие результаты. мы их приобретаем. По структуре такие это долги. Это разные долги. Мы приобретаем как у микрофинансовых организаций, так и у банков. Почему? Почему? Это тоже диверсификация. Почему мы поступаем так? по своим особенностям портфели микрофинансовых компаний, они быстрее отрабатываются. Они в моменте захода в компанию дают значительный рост денежного потока, но потом достаточно быстрее вымываются из-за того, что это, как правило, не такие большие чеки, из-за того, что это специфика именно самого портфеля и специфика клиентов. В отличие от банковских портфелей. Банковские портфели, как правило, представлены большим чеком и поступление денежных средств по ним более равномерное, но и вместе с тем более растянуто во времени. И опять-таки, проходя через разные катаклизмы, которые периодически происходят у нас во внешне экономической ситуации, мы пришли к выводу, ну и не только мы вообще весь рынок пришел к выводу, потому что денежный поток от банковских портфелей, он менее подвержен вот каким-то эмоциональным или же внешним влиянием по сравнению с МФО. Вот, для выравнивания портфеля мы сейчас делаем такую идеальную структуру для нас. Пока что, можно сказать, что мы представлены так, у нас представление такое, в районе 65% доли долгов в портфеле это МФО, и оставшиеся это банки. При этом мы сейчас имеем, опять-таки, в нашем стратегическом плане на текущий год наращивать объем банковских портфелей для выравнивания структуры, для ее балансировки. В любом портфеле, любой портфель периодически требует балансировки. Вот в этом году будем балансироваться за счет приобретения банковских... И будете идти к 50 на 50, примерно. Не совсем 50 на 50, все-таки будет преимущество у МФО. Да, потому что это тоже хороший денежный поток, нельзя так все раскладывать, но... Ну, понятно. Но не больше 5% на портфель, на одного поставщика это... Поставщика. И то, и то в этом поставщике это не один портфель, это несколько портфелей, приобретенный в разное время. Хорошо, мы плавно движемся к финалу. Последний вопрос, время неумолимо нас поджимает, который я хотел вам задать. Это, конечно, о альтернативных источниках привлечения капитала. Мы тут собрались и общаемся в конце концов для того, чтобы прояснить ситуацию для наших слушателей, зрителей, бизнеса, компаний. В преддверии как раз выпуска биржевых облигаций, Андрей в самом начале про это говорил, и в конце я об этом чуть подробно скажу, но прежде, чем об этом сказать, все-таки помимо облигаций, я так понимаю, у СВ еще есть некая кредитная нагрузка, и как показывает отчетность за 23-й год, она тоже не стоит на месте, она выросла тоже почти в три раза, почти до миллиарда рублей. В связи с чем и на какие цели вы привлекали кредиты в отчетном году и планируете увеличить ее в 24-й? Да, цели у нас не разнятся, мы привлекаем заемные средства исключительно для приобретения портфелей. Операционного потока, который генерирует компания, вполне достаточно для того, чтобы удовлетворять все текущие потребности, и не только текущие потребности, но и выплачивать свои обязательства в виде процентов, и также формировать резервы для предстоящих отходов. Поэтому кредитные средства тоже были направлены на приобретение портфелей. Если говорить про структуру заемного капитала, сейчас она представлена у нас где-то в районе 50% это частные инвестиции, независимые частные инвесторы, не связанные с компанией, 35% у нас банковский кредит, и в районе 15% это у нас облигационные займы. Мы планируем развивать направление облигационных займов и привлечение банковских кредитов для того, чтобы у нас была создана равновзвешенная структура заемного капитала 30-30-30. Вот примерно такая вот для себя видим такую идеальную картину. Мы не уверены, что, ну вернее, не то, что не уверены, мы не достигнем за один год этого соотношения, поэтому в этом году у нас запланировано привлечение как облигационного займа, так и банковского кредита. В следующем году мы также планируем развивать эти направления и по ситуации, как мы дойдем до конца года, мы будем принимать решение, в каком соотношении мы будем осуществлять нашу программу в 25-м году. А на каких условиях вы привлекаете, если это не секрет, банков или диапазон ставок? Диапазон ставок. Ну, сейчас объективно, с учетом того, что достаточно, недостаточно, высокая ключевая ставка, у нас стоимость фондирования в среднем 21%. Понятно. Это разные банки, либо это у вас линия кредитная? Мы сотрудничаем, основная масса средств у нас привлечена из одного банка, у одного банка. Это экспобанк. Тоже коллеги задают вопрос, не видим ли мы в этом рисков. Мы объясняем, что риски это не всегда связано с тем, у кого ты привлекаешь, риски, они заложены в тех ковенантах, которые прописаны в договоре. Поэтому нам те параметры в кредитной сделке, которые у нас достигнуты с банком, они соответствуют нашим интересам и нашим стремлениям к развитию. Они не ограничивают компанию в росте. Это вот основное. Понятно. И финальное на тему кредитной нагрузки, перед тем, как уже к облигациям перейти, я посмотрел, что у вас коротких долгов, именно банковских, в пять раз меньше, чем длинных. Вот эта структура, она планирует сохраняться и с чем это связано? Это связано с производственным циклом, с нашим производственным циклом. Когда мы с банком договаривались о параметрах и о графике погашения, мы учитывали то, как будут работать активы, которые будут приобретены за счет привлеченных заемных средств. Да, поскольку у нас длинный цикл производства, нам важно привлекать долгосрочные кредиты. А чтобы было понятно зрителям, я просто назову цифры. Примерно 350 миллионов это короткие долги и полтора миллиарда это примерно долги. То есть суммарно это 1,8 миллиарда вот у Экспо-банка. Это совокупные наши... Совокупные, да. Да. Естественно, совокупные. Ну что ж, по поводу нагрузки понятно, ну и в завершении я, наверное, все-таки немножко о главном, да, это все мы делали не просто так, а абсолютно точно, Надежда сказала, что самое главное это диверсифицировать источники привлечения капитала, вот про кредитную нагрузку мы поговорили, а второй важный источник это облигационные займы. и вот как раз таки этим АСВ прямую занимается и вот-вот должен быть выпущен второй выпуск биржевых облигаций. Сразу хочется сказать, что это закрытая подписка для квалифицированных инвесторов и ориентировочно планируется установить купон в диапазоне от 19,5 до 20 ориентировочная доходность 20,9 тире 21,5 по доходности квартальные выплаты трехлетний выпуск с дюрацией примерно 1,9 года и начиная с 7 купонного периода по 16% номинала будет амортизация последний купонный период планируется амортизация 20% ну и надо сказать что кроме того что я уже сказал что это пока ориентировочные диапазоны также ориентировочная дата сбора заявок это 12 апреля все кто желают принять участие в размещении из тех кто конечно квал инвестор можно будет по ссылке касания к этому видео пройти и там более подробно вся информация будет коллеги разошлют мою информацию вот наверное сегодня вечером после раскрытия этой информации это для меня в общем вот история асв это история такого самостоятельного поступательного развития вот надежда сегодня сказала в начале о том что основная задача это наращивать объем портфелей естественно это логично и собственно цель займа облигационного так же как кредитов это приобретение портфелей это понятно но очень важно понимать то каким образом ты девайсифицируешь для себя источники капитала вот тот факт что не надо как надежда правильно сказал не имеет смысла по только каким-то относительным показателям делать сравнение разных коллекторских компаний смотреть каждую коллекторскую историю отдельно тогда мне кажется будет от этого какой-то толк я пользуюсь случаем хочу еще раз пригласить всех тех кто хочет принять участие в размещении квалифицированных инвесторов пожалуйста присоединяйтесь принимайте участие Андрей Андрей скажет еще раз что все самое ценное внизу внизу ссылочки в описании и поблагодарит Надежду Олега компанией Contrast за возможность познакомить с эмитентом потому что очень важна связь с эмитентом а не покупать какие-то вообще в идеале надо смотреть ехать на место щупать фундаменты там прочее но и в таком формате тоже замечательно да я могу только присоединиться к словам Андрея напомнить что купон фиксированный вот мы говорили о важности того что надо приобретать когда еще ставка не начала снижаться так что всех приглашаем к участию в этом выпуске Надежда тоже вам большое спасибо и Андрей конечно как хозяин платформы который периодически то покидает то находит вдохновение тоже большое спасибо да коллеги Олег Андрей спасибо вам большое спасибо что пригласили Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...